Звезды, премьеры, триумфы, скандалы. Самые интересные истории от самого известного кинокритика страны Андрея Алферова. Из-за кулис 72-го Каннского кинофестиваля. В проекте «Мы в Каннах-72». Эксклюзивно на tvi.ua Сегодня здесь одна из самых ярких премьер, которую ждали и с которой связывали этот 72-й по счету кинофестиваль. Это премьера нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Впервые он снимает кино о кинопроизводстве, о Голливуде, о изнанке вот этой фабрики грез. Это его первый фильм, снятый без продюсера Харви Вайнштайна. Напомню, что триумф криминального чтива связан именно с этим продюсерами. Именно он поверил в никому неизвестного парня. Тарантино – выкормыш Каннского кинофестиваля. Его открыли здесь в 92-м году, приметили, когда появились бешеные псы, а в 94-м случился его триумф. 30-летний выскочка из Лос-Анджелеса вдруг переломал через колено всю историю кино. Потому что история кино существует до криминального чтива и после криминального чтива. Однажды в Голливуде первый за последние 10 лет фильм Квентина Тарантино. Второй раз у него снимается Брэд Питт и второй раз у него играет Леонард Ди Каприо. Очереди пятикилометровые. В дворец фестиваля не попасть, потому что люди стоят на очередной сеанс Тарантино. Об этом только и говорят. Два часа стояния в очереди на Тарантино. Вот так это все выглядит примерно. Можно вполне брать с собой бутылочку, потому что в туалет вырваться нереально. В общем, посмотрим, что это будет за кино. Хоп-хоп! Сейчас начнется. Сейчас. Однажды в Голливуде. Однажды в Голливуде – это еще одна история про изнанку кинобизнеса. Это еще одна история о том, как работает фабрика грез. Ди Каприо, Рик Далтон, звезда в телевизионных вестернах, фильмах в категории «Б». Ты самый крутой актер, которого я видела в жизни. Спасибо. А Брэд Питт, Клифф Бут, его верный друг, дублер в определенной степени, телохранитель, человек со смутным прошлым. Ты, Рик, чертов Далтон! Не забывай! Весь фильм – это приключения этих двоих, которых Тарантино интегрирует в настоящую историю. Далтон, герой Ди Каприо, страдает от того, что ему до чертиков надоело сниматься в этих телевизионных вестернах. Крупный американский продюсер его играет Аль Пачино, говорит ему, что сейчас нужно ставку делать на спагетти вестерн. Мочилова! Обожаю перестрелки. Ди Каприо неохотно соглашается, но, тем не менее, едет туда, а возвращается оттуда уже настоящей звездой. Смотрите, нацистские ублюдки! А еще Тарантино заходит на очень опасную территорию, нравственно очень опасную, потому что здесь будет фигурировать страшные события, потрясшие тогда не только Голливуд, но и всю Америку. Это убийство жены Романа Поланского, актрисы Шерон Тейт, которая была на 8-м месяце беременности бандой Чарльза Мэнсона. Три часа стояния в очереди и еще два сорок фильма. В общем, состояние полного истощения, сил нету что-либо формулировать, кроме того, что это действительно грандиозно. Когда в голове сложится текст, я обещаю вам внятно разложить. Мы в Каннах, 72. У меня сначала вырвалась фраза «это грандиозно», теперь я думаю, что может быть это не так грандиозно, но все то, что предшествовало премьере однажды в Голливуде, вот оно оказалось гораздо интереснее, чем сам фильм Квентина Карантина. Тем не менее, западная пресса вся в диком абсолютном восторге. Если бы Тарантино снял фильм, в два часа которого это был бы просто черный экран с вывеской, Квентина Тарантино представляет. Я абсолютно убежден, что криминальное очтиво так всех в себя влюбило, что этому автору еще долго, не один год, может быть, десятилетие будут прощать всяческие его огрехи и творческие неудачи принимать за творческие достижения. Вот.